С нами на связи Дмитрий Чубенко, спикер Харьковской областной прокуратуры. Дмитрий, добрый вечер. Приветствуем вас в эфире. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Дмитрий, давайте с вашей помощью узнаем самые последние новости с мест событий, село Гроза и Харьков, но и в первую очередь о состоянии пострадавших. Что касается пострадавших при обстреле села Гроза Харьковского, Купенского района, то их состояние тяжелое. Практически все люди находились возле эпицентра взрыва, либо в здании, либо возле него. Представляете, какой силы был этот взрыв? Более 500 килограмм, около 500 килограмм взрывчатки в ракете «Искандер». То есть это и травмы легких, переломы разного степени тяжести, переломы ребер, конечностей и так далее. Что касается утреннего обстрела сегодня Харькова, то люди там, наибольшие травмы получили именно родители погибшего 10-летнего мальчика и раненого 11-месячного мальчика. То есть они находились непосредственно на третьем этаже, куда было попадание ракеты. Их состояние тяжелое, но стабильное. Также все остальные пострадавшие, это люди, которые находились в квартирах возле места обстрела. Они получили, большая часть из них травмы получили именно связанные с падением стекол, падение частей мебели, потолка на них. Некоторые получили необходимую психологическую помощь. И у них сейчас нервное расстройство из-за этого взрыва. Им оказывается медицинская помощь. Адмитрий, если говорить о том, что произошло в селе Гроза, то понятно, что это просто в такой шок повергло всю страну. Это ужасная трагедия. В кафе, в котором собрались мирные люди, ударили ракетой «Искандер», это, конечно, в голове не укладывается. Но все-таки мы можем на сегодня сложить какое-то впечатление о мотивах, о целях, которые преследовал враг? Ну, цели и мотивов обстрелов россиянами украинской территории мы вряд ли когда-то узнаем об этих мотивах, потому что уже были тысячи обстрелов. Мотивы этих обстрелов так установить и не удалось. Здесь, в этой ситуации, село, конкретно Гроза на территории Купенского района, где россияне активно пытаются наступать и атакуют это направление. И они ежедневно десятки раз обстреливают населенные пункты, десятки населенных пунктов обстреливаются. И там каждый день гибнут люди, и каждый день ранения получают местные жители. То есть это просто геноцид и теракт. На постоянной основе уже несколько месяцев эта территория Харькова, она просто страдает ужасно от этих обстрелов. Ну, понятно, что очевидно, тут один из мотивов был как-то психологически воздействовать, да, сломать украинцев и посеять какие-то вот такие настроения. А тем не менее, вот то, что там произошло, я так понимаю, что все-таки фиксируется каждый раз в таких случаях. Это преступления, вещественные доказательства собираются. Это все потом передается дальше для международного криминального суда, уголовного, простите, либо для украинских судов, которые тоже в их юрисдикцию входят расследование, возможно, подобных преступлений. На данный момент украинские прокуроры, следователи собирают доказательную базу военных преступлений, совершенных российской армией. И эти доказательства и эта информация ложится в так называемое магистральное уголовное производство, целью которого является общее обвинение высшего военно-политического руководства России в развязывании агрессивной войны, в совершении военных преступлений. Также при наличии информации о конкретных военных преступлениях, российских военных, то им оглашаются индивидуальные подозрения, обвинения в тех преступлениях, которые они совершили, таких уголовных производств порядка сорока, с конкретными фамилиями русских военных преступников. Это командиры подразделений, которые отдавали приказы о бомбардировке. Непосредственно там и пилот военного самолета, который сбрасывал бомбы на Харьков, и совершавшие убийства и пытки другие российские военные, непосредственно исполнители приказов. То есть такие ситуации есть с конкретными обвинениями также. Дмитрий, ну очевидно, что нанести такой точный удар без знания координат места достаточно сложно, и поэтому сейчас мы говорим о наводчике. Вот какие шаги предпринимают правоохранительные органы, чтобы найти такого человека? На данный момент на территории этого населенного пункта, близлежащих в рамках уловного производства, проводятся следственные действия и оперативные разыскные мероприятия по установлению возможного наводчика этого коллаборанта, если таковой существует. То есть это как версия, проверяются, допрашиваются, опрашиваются местные на предмет наличия у них информации о подобных людях, сторонниках России в этой местности, которые могли бы теоретически осуществить наведение ракеты, передачи русским информации о том, что там будет большое скопление людей. Но повторюсь, что террор, геноцид и теракт на территории этого региона совершаются ежедневно множество раз. Обстрелы из всех видов вооружения, танки, артиллерия, минометы, авиабомбы, РСЗВ, крылатые ракеты, баллистические ракеты. То есть это все используется в Купенском районе ежедневно. Я напомню сейчас нашим зрителям, что Россия ракетами атаковала Харькова рано утром, и воздушная тревога сработала уже после взрывов. И, как сказал спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, возможно, для обстрела Российской Федерации применила такой тип вооружения, который украинские противовоздушные силы пока не могут своевременно обнаруживать. Послушаем спикера и продолжим. Это ракетное вооружение. Нужно дождаться, когда увидят обломки. Предварительно ракеты шли по баллистической траектории. Это может быть тот тип вооружения, который, к сожалению, не удается своевременно обнаруживать. Мы пользуемся информацией, предоставленной нам партнерами, данными разведками. Когда есть такая информация, объявляется ракетная опасность. Но иногда врагу это удается делать скрыто. Тогда тревога приходит вместе со взрывами. Здесь ничего не поделаешь. Ровно как и реактивная артиллерия, летит считанные секунды. Юрий Игнат, спикер командования воздушных сил ВСУ в эфире марафона «Еды не новойны». Дмитрий, я понимаю, что это немножко не по вашему профилю вопрос, но все же, как вы можете оценить потребности области в том, чтобы прикрыть, ну, по крайней мере, прифронтовые регионы средствами противовоздушной обороны? Действительно, область и город нуждаются в современных системах противоракетной и противовоздушной обороны. Но я считаю, что и руководство генерального штаба, и политическое, военно-политическое руководство понимают потребности жителей города и этого региона и делает все возможное, и уже имеются системы ПВО, ПРО в нашем регионе, но очевидно, что их недостаточно. При такой возможности, если она действительно будет, я думаю, что этого будет больше таких систем в нашем регионе. И кроме того, чтобы их установить, есть еще ряд мероприятий по сохранности этих комплексов и возможности их использования, потому что Харьков находится в 30 километрах от Белгорода. Действительно, россияне будут охотиться за этими системами ПВО, ПРО, и у них есть и опыт, и возможность за ними охотиться. Поэтому тут количество систем ПВО, которые у нас есть сейчас, я думаю, что в этом есть какая-то задумка, и это все неспроста, то есть то, что мы имеем, это то, что, возможно, на данный момент можно реально использовать в нашем регионе. Дмитрий, также, если опять же говорить о селе Гроза и других селах, которые достаточно близко находятся сейчас к линии фронта, к оккупированной территории, то и тип оружия, которым было атаковано кафе «Эскандер», там сумасшедшая просто скорость подлета, там буквально это все секунды занимает. С учетом той ситуации, которая сейчас сложилась на фронте, мы видим, что враг предпринимает безуспешные попытки вернуть территории, мы видим, что вооруженные силы Украины, пусть, да, медленно, не так, как кому-то хотелось бы, но продвигаются. Мы сейчас можем говорить о том, что все-таки может неким образом усиливаться подобный террор мирного населения? Действительно, данное село и большая часть Харьковской области была длительное время в оккупации, и русским неприятно, что после того, как они покинули эту территорию, никто не желает их возвращения, они действительно имеют очень много негативных эмоций по утрате этой территории. Поэтому, собственно, есть такая версия, что из-за этих причин они устраивают такие геноциды, теракты в Курпинском регионе, обстреливая просто ежедневно жилые дома, школы и частные предприятия, просто без мотивов и без целей уничтожая здания и уничтожая украинцев, которые там находятся. Дмитрий, огромное спасибо за то, что к нам присоединились. Дмитрий Чубенко, спикер Харьковской областной прокуратуры, напомню, к нам присоединился. Соболезнуем, конечно же, харьковчанам и всем, кто потерял близких в этих ужасных трагедиях. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.